Всем привет, с вами Полиморфик. Патч 3.8.2 доступен для всех на ПТУ. В текущей сборке карака пока нет, он будет доступен в конце февраля. Этот патч принес нам некоторые важные нововведения, например, как долгосрочное постоянство. Пока это только ранняя версия, она нацелена на то, чтобы между вайпами у игроков оставались все их внутриигровые покупки и доходы. В этом патче было обновлено внутреннее освещение для Cutlass Red, а также исправлены различные его баги. Теперь можно взаимодействовать с компьютером медицинской кровати на кораблях для того, чтобы засейвиться в ней, просто стоя около него. Исправлена ошибка, из-за которой ФОИП включался по умолчанию. Заделали на некоторых кораблях большие дыры в щитах. ЦИГи хотят за них как следует взяться, когда появится новая технология. Терминалы оплаты штрафов теперь должны отображать правильную задолженность. Датамайнеры поковырялись в коде этого патча и нашли там несколько интересных вещей. Например, возможно, уже в патче 3.9 нам придется есть и пить. Еда и напитки будут иметь рейтинг плотности питания, и индекс эффективности гидротации. Чем эти значения будут выше, тем еда и напитки будут эффективнее при утолении голода и жажды. Например, энергетический батончик имеет рейтинг плотности питания 93. Созданный из питательных полезных ингредиентов, этот великолепный батончик создан для того, чтобы обеспечить постоянную энергию, для того, чтобы помочь вам сохранить ваши лучшие результаты. Стандартная бутылка воды имеет индекс эффективности гидротации 80, полученная из тщательно отобранных астероидов с высоким содержанием воды. Эта кристально чистая вода содержит природные минералы для гладкого освежающего вкуса, что делает ее идеальным выбором для всех ваших потребностей в гидротации. В 3.9 также можно будет найти съедобные плоды. Золотые медмоны растут в умеренном климате на черном дереве мару. Их рейтинг плотности питания 74. Эти плоды падают с дерева при созревании, затем их собирают. Плод на этой стадии очень твердый. Также он вяжет. В результате созревания они становятся мягкими. Кожа морщинится и темнеет, а внутренняя мякоть теряет влагу. Также датамайнеры нашли в коде новую миссию. Называется она «Цена свободы». Это миссия от Пачека. Вероятно она для Патча 3.9. В этой миссии надо будет спасать заключенных по пути в тюрьму. Нужно будет атаковать корабль, который является тюремным транспортом. Для начала надо будет устранить его сопровождение и затем сесть на этот транспорт для заключенных. Уничтожить охрану и найти нужные криокамеры, где находятся заключенные. И защищать их, пока не прибудет поисковая группа. В этом месяце подписчикам дарят коллекцию стильных курток. С ними вы не только будете выглядеть красиво, но и не замерзнете на микротеке. Сентурионы получат коллекцию Cold Front. Императоры вместе с коллекцией Cold Front также получат коллекцию Polar Vortex. Не забывайте ваши мысли писать в комментариях под видео. Ставьте лайки или дизлайки, это помогает в продвижении канала. Подписывайтесь и нажимайте колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие видео. Здоровья вам и вашим близким и до скорых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!